МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На минувших выходных завершилась одна из самых долгожданных и популярных в современном киберспорте серия. Зимний Дримхак определил своих чемпионов в различных киберспортивных дисциплинах. На наш взгляд, самым интригующим и интересным выдался чемпионат именно по Counter-Strike Global Offensive. Феноменальный, драматический и просто фантастический КС показывали все без исключения команды. Начиная с первого матча плей-офф стадии, команда стала показывать все свои наработки, которые ранее зрители не могли увидеть. Еще бы, ведь подобный турнир является неким срезом знаний и умений для профессиональных игроков. Ну а если брать во внимание призовой фонд, который составлял четверть миллиона долларов, то эти игроки должны во что бы то ни стало побеждать. Плыв в стадии Дримхака не обошлась без серьезных проблем и разногласий. Один из самых интересных матчей с участием команд LVLC и Fnatic закончился скандалом, и его итог был в корне пересмотрен. Не обошлось даже без генерального директора Дримхака, который вынужден был вносить ядность в этот инцидент. По первому результату победа была на счету шведов 2-1 по картам, однако LVLC подали протест, причиной которого стала запрещенная подсадка, которую использовали шведы на ключевой карте The Overpass. Действительно, подобный прием, который использовали Fnatic, дает неоспоримое преимущество над соперником, ведь вы просматриваете больше, чем полкарты, а соперник при этом не может понять, откуда получает большой дэмэдж. На этих кадрах видно, как игрок команды Fnatic под ником Offmaster делает один за одним фраги, и при этом французы не могут ничего противопоставить своему сопернику ни в каком виде. Генеральный директор Dream Series сначала призвал команды переиграть вторую сторону на карте The Overpass, ну а затем принял решение и вовсе о нолить счет этой карты. Шведы на это не согласились и таким образом получили техническое поражение в матче, тем самым пропустив французов вперед по турнирной таблице. Что касается выступления наших команд, то СНГ представители на DreamHack выступили неоднозначно. Разочарованием турнира стала команда HellRaisers. Несмотря на то, что команды на таком турнире должны быть готовы к любому сопернику, попасть в первом же матче плей-офф стадии на шведов НИП очень неприятно и, можно сказать, неудобно. Ну а судя по счету, который был зафиксирован 5-16 и 6-16 не в пользу Ашер, наши игроки попали под непобоюсь этого слова каток в виде шведов. Для HellRaisers игра выдалась очень сложной, было видно, что игроки прибавили как индивидуально, так и командно, но НИП в этот день были гораздо сильнее. Натус Винцерс плей-офф стадии повезло чуть-чуть больше, они в первом матче попали на датчан из Team Dignitas и переиграли их, можно сказать, нелегке 16-3 и 16-13 на двух картах, а вот уже в полуфинале рожденные побеждать получили серьезный отпор от французов из LDLC. Самое неприятное, что можно выделить из этой игры, это 6 отданных экономических раундов на двух картах. Можно говорить, что это непозволительно, можно говорить, что команды не должны такое проигрывать, но без подобных камбэков в CSGO просто никуда. Французы были в этом матче более успешны и более сосредоточены на сопернике, да и индивидуальная игра была чуть-чуть выше, чем у Натус Винцер. 16-11, именно такой счет был зафиксирован на табло полуфинала, и LDLC выходит в гранд-финал Дримхака. Второй полуфинал между Virtus.pro и НИП выдался сверхинтересным, обе команды показали сумасшедший Counter-Strike на первой карте, которой стало Denuk, шведы проиграли первую сторону 3-12, однако умудрили свести матч к овертаймам, проведя сложнейший камбэк против ВП. Ну а дополнительные раунды зафиксировали победу НИП в 22-20. Вторую карту The Catch поляки выиграли 16-9, к слову сказать, это был пик именно польского состава, ну а на третьей карте The Inferno польская дружина не смогла сдержать давление соперника, и 8-16 к большому сожалению проиграла, тем самым выпустив шведов в финал ивента. Финал между LDLC и НИП завершился глубоко за полночь. Уставшие команды из последних сил боролись за 100 тысяч долларов призовых и Кубок Абсолютных Чемпионов зимней Дрим-серии. Этот турнир и этот финал, как никто другой, показывали максимальные показатели винрейта на домашних картах. На втором Dust и LDLC одержали победу 16-12. На карте The Inferno они поддержали сверхуверенную и мощную победу 16-4. Французы, честно сказать, выглядели очень блекло и удивительно слабо. Но уже на третий The Overpass Франция раскрылась во всей красе, но при этом шведы ни на секунду не сбавляли обороты и пытались в любой ситуации оказывать давление на соперника. Только дополнительные раунды выявили победители в этом нелегком для команд противостоянии. Для тех, кто не видел финального момента, предлагаем вам посмотреть на фраг, который стоит 50 тысяч долларов. Ну а для тех, кто это видел, еще раз окунуться в атмосферу финального матча чемпионата мира. Субтитры создавал DimaTorzok Генеральный директор российского мультигеймингового проекта Virtus.pro, побывав на зимней Dream серии, продлил один из самых успешных контрактов в истории CSGO подразделения Virtus.pro. В начале 2014 года российская организация Virtus.pro объявила подписание одного из самых сильных составов современности в дисциплине CSGO поляков, более известной как Golden 5. Это соглашение оказалось очень плодотворным, и польская пятерка взяла большое количество призовых мест на всевозможных турнирах. Главным достижением в этом году является победа на домашнем межор-турнире EMS One Katowice. Исходя из всех успехов команды, организация решила продлить контракты с игроками ровно на два года. После года сотрудничества с польской пятеркой могу сказать, что это самый профессиональный состав, с которым мне доводилось работать. Как для ВП, так и для игроков стабильность – это необходимый элемент для роста. У нас много планов в новом году, и благодаря долгим контрактам мы хотим реализовать и новые проекты. Допускаю, что это один из самых дорогостоящих контрактов за всю историю Counter-Strike. Именно такими словами обновился генеральный директор Virtus.pro Антон Черепенников. Сумма контрактов не раскрывается, однако есть информация, что средняя зарплата различных подразделений Virtus.pro будет составлять порядка 2000 долларов. Журналисты издания Violet устроили краш-тест в ходе постарались ответить на вопрос, какая же консоль прочнее PlayStation 4 или Xbox One. Первым этапом теста стало падение с высоты в 5 футов, примерно 1,5 метра, вполне стандартная ситуация, которая может произойти, если человек, приносящий консоль, случайно выронит ее. Обе консоли удовлетворительно перенесли падение, у Xbox One отлетела боковая стенка, а PlayStation 4 потеряла часть верхней панели и провела проверку системы перед включением. Следующий этап теста – это падение с высоты в 15 футов, 4,5 метра. На этот раз обе консоли получили серьезные визуальные повреждения, вроде сколов и царапин на корпусе. Тем не менее, Xbox One удалось включить после короткой заминки, а вот PlayStation 4 погибла раз и навсегда. В финале краш-теста проигравшую консоль от Sony распилили при помощи бензопилы. На этом все, дорогие друзья, спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok